Теперь о Ренделе Милсе скажу я несколько слов. Это исследователь, который в старые времена проставился активным использованием медицинских изотопов в медицине. У него три образования, по каким-то он физик, а по каким-то выпускникам медицинского факультета Гарварда. Может быть еще что-нибудь, может юрист еще, кто его знает, какое у него третье образование. Он нашел у себя мощного инвестора, ну, соцсотомиллионного, порядок ложных величин, это сотни миллионов долларов. И начал создавать теорию, которая, как он говорит, не является квантовой механикой. То есть она является классической теорией атома, ядра в том числе. Больше всего я там уже трехтомник, я его видел, книжку я ее читал немножко, но она на английском языке, 500 страниц, поэтому до конца я ее не стал читать, и первую страницу я посмотрел. Больше всего этого напоминает, знаешь, она, как ни странно, вот на вычисление функций Грина, которым мы занимались, Стас, с тобой, под руководством Мониды, на нашем втором курсе, ты помнишь эти задачки-то, когда нас на группы делили, а мы были со второго курса, а все остальные были с третьего, и мы всех уделали, нафиг, все команды, ну, то есть сборный кафедр, там, этих, квантовой механики, теории фония, ну, еще Женя Борисович у нас был при этом. Вот, такова вот, значит, это была, больше всего это напоминает. И он делает гипотезу определенную о существовании электрона. Электрон для него, это не какое-то там не облаковерятность, а просто тонкая сфера, ну, или что-то такое тонкое, или тонкий блин. И начинает вот эти самые функции Грина, и все эти штуки решать эту задачку. Да, хорошо. То есть вот это, вот это. И он высказывает следующую гипотезу, что помимо, вот у нас считается, что водород, обычный водород, у него есть ядро, и электрон, который не может близко к нему подойти. Он движется, вот на некоем таком, на расстоянии в основном, да, на определенном, движется по Боровской орбите, по первоначальной, и как бы у него нет более низких энергетических состояний. Рэндалл, взаимодействует, что есть. Эти низколежащие энергетические состояния называются Гидрина. Соответственно, по каким-то причинам они нам недоступны. Вот мы в обычной ситуации. А он говорит, что используя всевозможного рода катализаторы, можно перевести водород в это низколежащее вот это состояние. И у него появляются совершенно другие мистические свойства. Мистические. Ну, почему-то он говорит, что он тут же улетает куда-то. А что ему улетать-то в гравитации? Он как весил столько, примерно столько и весит. Вот такова, значит, ситуация. Создана установка, которую обещают нам показать. Называется Sun Cell. Солнечная ячейка. Выглядит она так. Значит, выглядит она так. У них происходит процесс вот здесь. Встречаются два потока где-то там то ли водорода, то ли вода, что-то есть. Два потока кипящего серебра. Они между собой сливаются и где-то здесь в атмосфере водорода с водородом происходят нечто непонятное вещи. Он переводится в это состояние гидрина, более низколежащее. Излучается много энергии. В основном это ультрафиолет. Этим ультрафиолетом берут и графитовый шар нагревают. Он его потребляет вот сюда. Графитовый шар. А графитовый шар в свою очередь это дело переизлучает. Уже в мягком ультрафиолете либо в этом. В мягком ультрафиолете видео в диапазоне. И теперь дело состоит. Мы ставим световые панели и вырабатываем из этого дела электричество. Вот здесь стоят такие световые панели на ножках и отсюда идет ток. Вот такова его концепция. Была ее типа презентация в первый раз независимо от Бостона. Обещали к концу года сделать уже предпромышленное образование но его до сих пор нет. Работает это или не работает? Я со своим скепсисом говорю, что стоит сильно здесь посомневаться очень сильно. Конечно. Но с другой стороны я хочу сказать что вот эта самая теория гидрина она нам все наши эффекты вообще которые связаны с этим с генровскими реакциями объясняет. Ну вот просто вообще все. Куда не плюнет вообще все объясняет. У нас же главная проблема следующая что у нас кулоновский барьер. Кулоновский барьер значит его надо преодолевать. Для этого надо чтобы слить два атома гиетерия их надо значит большие температуры. Очень. Да? Никак. Потому что кулоновский барьер. Его можно экранировать. Единственный известный способ экранирования это мионный каталис. То есть это тоже лептон только более тяжелый 200 раз более тяжелый. Чем? Ну не помню. В общем он значительно более тяжелый значит более 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 тяжелый чем электрон. И его около ядра в результате становится вращаться по гораздо более низким орбитам близким орбитам чем вращался бы электрон по гораздо более близким орбитам. И таким образом у нас он экранирует кулоновский барьер. И два атома могут подойти друг к другу и слиться. Вот. Такова значит наша ситуация. У гидрина получается что на нижке этой орбитали у него сидит собственно электрон. То есть электрон у него экранирует у нас ядро. Получается. Совершенным образом. у нас получается что экранирует его вот так он. И кроме того когда он с внешней оболочки то есть боровского радиуса падает сюда вниз то выделяется понятно тоже очень много энергии. Да? Вот. Вот так. Значит но появится ли у нас от этого какое-то вредное излучение? Я постоянно говорю что нет. Потому что у нас здесь электрон будет одной из сторон взаимодействующих частиц и всю лишнюю энергию будет уносить электрон. Не гамма излучение которое не нужно а электрон будет уносить. И раз у нас он унесет этот электрон то таким образом у нас проникающего гамма излучения не будет а от бета излучения мы грубо говоря не с точкой бумажки защитимся. Ну какой-нибудь трубочкой или что-либо еще. Ну да от рентгена мы тоже защитимся. Рентген будет конечно и от рентгена мы тоже защитимся. То есть страшного проникающего излучения у нас ни в коем случае нет. Но это интересно даже без всякого без этого без получается и без слияния ядер. Просто от того что электрон приходит на более низко лежащую орбиту мы получаем вот тот самый ультрафиолет которым Рэндал Милс предлагает вот эту графитовую шар освещать. тем самым там проходят какие-то процессы и у нас выходит сюда светового и теплового диапазона излучения которым мы ловли солнечными панельками и у нас получается все хорошо. Хочу кстати поблагодарить за воскрешение моего интереса к этим проблемам Андрея Саликова да вот такая вот вещь это у нас новый форумчанин на философском штурме. Вот такова значит наша история но можно подумать о боже мой какой вздор какая чушь ведь квантовая механика это вещи непреложные давно известны всем всеми любимые что там получается в квантовой механике у нас у нас квантовая механика решается по большому счету два круга задач точнее у нас есть задача сохранения энергии то есть движение заряженной частицы в центральном поле в эт courses электромагнитного и второй таким образом поскольку оно симметрично у нас должен быть не только здесь вот такая задача но его собственные инструменты этого решения должны быть одно временно собственными функциями момента импульса одновременно и именно то, что они должны быть собственными функциями момента импульса у нас накладывают те ограничения что с электроном двигаются по этой самой орбите и эти орбиты квантованы их много, конечно но они все находятся друг на друга на одинаковом расстоянии то есть мы решаем эту задачку в первом приближении то есть мы берем момент импульса и начинаем искать его всевозможного рода решения вот такова эта вещь я не знаю, как здесь поступает Рэндал Милс но судя по всему, он вот такого подобного рода подход не приемлет а он возвращается к тому старому Боровскому рассуждению, в самом начале, которое существовало по поводу того, что у нас на орбите должно укладываться несколько несколько значит волн на первой одна волна на второй орбите две волны на третий, три и так далее и так далее притом вся красная длина этой волны она будет задаваться энергией системы то есть у нас есть как бы энергия которая будет равняться ашню и туда значит что соответственно будет пропорционально длине волны и всякий раз вот это расстояние будет задаваться вот этого рода энергии вот так вот и мы отсюда будем получать вот эту волну и у нас возникает отсюда некая перволочально наивная теория квантования то есть так говоря, которую придумал Бог вот они же высказывают противоположную ситуацию я вот не мог это сделать сейчас скажу вот представляете себе вот у нас с моей точки зрения вот ведем понятие топологической изоляции вот представляете себе у нас орбита вот она вот такая круглая круглая из тряпки я буду работать да ясно, что она может быть больше тогда она будет больше более-более больше окружно заниматься она может быть вытянута да каким-то образом и это все будет как бы решение то есть всякий раз у нас и это будет всякий раз решение вот нашей как бы системы уравнений но представим себе что на этой самой орбите будет укладываться не одна волна, а две волны. Точнее, половинка волны. Представляете, да? То есть она будет так вокруг себя ходить. Как это происходит? А вот так. Берем вот эту и перекручиваем ее в тряпочку. Взял тряпочку и перекрутил. Понятно, я сложил оба по волам и перекрутил. Но что я хочу сказать, что с точки зрения топологии здесь, на вот этот самый язык. Вот сейчас в связи с новой Нобелевской премией, это считается топологическая изоляция очень модная. Вот за топологическую изоляцию сейчас дали Нобелевскую премию по физике. Вот так я ее взял. Топологическую изоляцию? Вот вам провожу пример топологической изоляции. Вот смотрите. Вот всевозможные такие окружности, они топологические замерные окружности большего радиуса. Согласен? Топологически. Она может в 100 раз, в 500, может быть вытянутая. Вот с топологической этой штукой вещь. А вот этой уже картинки, вот этой вот так сложенной, когда у тебя на одной орбите как бы размещено всего лишь пол волны, то у нас с топологической точки зрения это нечто иное. Потому что надо перекрутить, вот так ее пережать, да, опять раз. Берем, я эту тряпочку буду без конца крутить. Берем, посередине ее раскрутили, потом вот так развернули. Лучше это сделать с резиночкой, но я что-то забыл взять какую-то резиночку. Это сделал. Вот, то есть эта топология вот этой самой ситуации она близка. То есть, получается, с этой точки зрения, с этой точки зрения у нас получается, что такие-то вот всевозможного рода орбиты связаны с разным количеством длин. То есть с длиной, с одной длиной, с двумя длинными, там, с тремя, четырьмя укладывающихся на орбите, да, сборовской моделью. Они все между собой находятся на... имеют одинаковый топологический статус. Но подобно мы к тому, как бублик с дыркой, да. Все бублики с дыркой, это как бы вот так сжатые, что-то с ними сделано, это как бы одно. А вот подобного рода вещь, когда у нас уже сразу же после этого идут некоторые состояния, в которых укладываются на этой самой орбите всего лишь пол волны. Она получается, вот как я хочу сказать, топологически изолирована от всего вот этого ряда. То есть она имеет другую топологию. Согласен? Вот такая гипотеза состоит. Она имеет другую топологию. И в самом деле, раз мы так сделали, то вот эти две, у меня есть две особых точки, прикрученные, да, вот эти точки выделены. Вот. Поскольку у нас возникают вот эти две топологических точки, перекрученных, значит, то тогда понятно, что вот эти две точки, они как бы находятся симметрично против друга. И у нас задачка начинает иметь уже не сферическую симметрию, а начинает иметь симметрию цилиндрическую. И я ссылки на такие работы видел, когда вот подобного рода задача, то есть атом и, значит, электроны вокруг, несколько работ, решались средствами уже квантовой электродинамики и в сферической системе координат. И оказывалось, что там действительно есть определенного рода решения, которые говорят, что более низколежащие состояния могут быть. Хотя самые работы, я эти, признаться, не посмотрел. Посмотрел только их описание. И это было достаточно давно. Это раз. Во-вторых, что я еще такого интересного посмотрел? Я видел работу российского физико-теоретика, работающего, по-моему, в университете Антарио, который квантово-механическим языком показывал, что подобного рода состояния, то есть более низколежащие, тоже возможно. Но это тоже квантово-механическая работа. Вот. И хочется заметить, что, возвращаясь к подобного рода языку укладывания, то есть первоначальной наивной квантовой механики Бора, мы можем сказать, что у нас оказывается, что подобного рода состояния, более низколежащие, они возможны. И теперь способ состоит в том, как перевести нашу систему в эти более низколежащие состояния. И вполне возможно, что рандалмилсу это удалось. Может быть, он обосновывает это по-другому, говорит что-то по-другому, но вполне возможно, что рандалмилсу это, по большому счету, образом приложилось. И тогда всевозможного рода системы, работающие, наши реакторы, все, оказывается, имеют право на состояние. То есть они решали квантовую задачу средствами квантовой цивилиндрической системы координат. Вот это решается сферическим. А почему они возникли? Потому что, когда я прикручиваю, у тебя возникают на этой штуке две особых точки. Когда взял, прикрутил. Это как бы ось определенного рода. Ось. Поэтому, чтобы получить это решение, ты должен решать задачку изначально не сферической системой координат, а вот это. Я говорю, что я видел еще работу, не помню, человека, давно видел. Российский физик-теоретик, он работает в университете Антарька в Канаде. И он такую же штуку изучал на примере квантовой механики. Ему, потому что квантовые механики были невозможны, как бы, ему тоже удалось получить подобное решение. Но у него там получилось, что некоторые из внутренних орбит, они как бы все равно запрещены. То есть нет прямого способа соответствия. Ну там какая-то была у него нумерация тоже устроена, как-то, не помню уже как. То есть N1, N2, N3, N4. И у него получалось, что они разрешены только с N4. Понимаешь, да? Какая вот эта самая ситуация. А те остальные сделают. И этим он объяснял, почему подобного рода вещи было бы не сделано. Значит, что еще я знаю о Ренде Лемилса? Вот я смотрю на замечательный сайт, ссылку я даю снизу, на Саймона Блинка. Это значит инженер в области... Там кванты, литридамики решали цилиндрические координаты. Да. Как бы вот атомы... Да, да, да. Получалось, что там... Да, что там есть, что есть еще... Я видел ссылки на эти работы. Да. Что есть еще в целости месяцевых решений. У меня более низколежащих. Понимаешь, да? Но у них не вполне соответствия, потому что они должны переходить. И вот этот наш физик из университета Российский, он показывал, почему это происходит. Но эти работы надо, конечно, брать и изучать, смотреть их по большому счету. Поэтому находишься в ситуации дилеммы. Что изучать-то вообще? Тритома Ренде Лемилса? Или вот все эти работы по классической... Ну, не по классической, а по квантовой электродинамике? Тритома Ренде Лемилса, а что там? Ой, они разработали фундаментальную, это я об этом хотел сейчас сказать, теорию... Он считает, что квантовая механика неверна. Да, но это несерьезно. Вот. Он возвращается к первоначальным работам Дебролля. Ну, мы знаем, что Дебролль в начале за один месяц сделал много-много-много чего интересного. Да? Волна Дебролля появилась. А потом непонятно чем занимался. И вот известный математик Сергей Новиков, я читал его воспоминания, он говорит, что именно поэтому Дебролль убил всю теоретическую физику во Франции. Он там пользуется большим авторитетом. И он вместо магистрального пути, ведущего квантовой теории поля, сдвинул всю эту физику, непонятно в какую хрень. И они там вот в квантовой механике, не квантовой механике, а вот в его концепции, типа там они погибли. Это вот такое мнение Сергея Новикова, да, известного. Новиков-Фоменко, который является племянником Келдыша. Выдающийся математик, кто ничего не скажет, но не физик. Ну, просто, математик реально, реально выдающийся, одаренный. Это, кстати, вопрос в очередной раз, что почему-то физиков трудно готовить в семье физиков, да, а математик сколько угодно. Фадеевы, допустим, сын явно круче своего отца, эти Лаврентьевы, а вот Келдыши тоже. Мама у него профессор математик, дядя, понятно кто. Вот, такова, значит, это, значит, ситуация. Вот такое точка зрения про Дебройля. Поэтому мне было очень тоже интересно было посмотреть, в сети его до сих пор нет, четвертого тома Дебройля, собрания сочинений, проведенных на русский язык. Вот я его до сих пор, признаться, не читал, это вот поздняя его работа. Что он по этому поводу думал? А ребята, они рассуждают очень просто. Ребята, то есть Рэндал Миллс со товарищами. Вот они, все знают Боровский радиус, это нижний радиус вращения атома, ой, электрона по, вокруг ядра, Стас, да? Вот. Известность тому, что у тебя еще есть у него энергия покоя, 511 киловольтрон вольт, то есть полмегаэлектрон вольта у электрона. Если из этого основания рассчитать вот так его частоту, частоту, а потом длину волну, то выяснится, что очень просто, что на Боровском радиусе их 137 с небольшим гаком. 137 это постоянная, только структура. Вот 137. Таким образом. Поэтому, гипотеза у ребят, она еще проще, без всяких там моих красивых слов от опологической изоляции. Они считают, что вот энергию надо считать не вот эту, которая есть энергия электрона в центральном поле, да? А добавлять, вот так, насколько я понимаю, еще энергию покоя сюда. И таким образом у тебя получается, что вот этих самых рядов, да, их становится, как бы так, еще больше. То есть, их можно вниз туда сдвинуть. Вниз можно сдвинуть. Точно так же они подходят и к всевозможного рода нуклонам. То есть, к нейтронам и протонам. И на этом основании из подобного рода вот таких замкнутых орбит они делают, мастерят структуру ядра. Да? Ну, это как бы фигня, мало ли кто каких структур ядер наделал в своей жизни. Много же там есть. Оболовочная модель, капельная, чего только нет. Но у них есть какое-то достижение, о котором, результаты которого я видел, как они выводятся, я не знаю. Могу сказать, что вообще говоря, в современной ядерной физике есть два фундаментальных проклятия, которые делают все модели недействительными. Первое, это то, что мы не можем посчитать магнитный момент ядра. Известно, что если спинная ядра равен нулю, то магнитный момент равен нулю. А если спинная ядра равен нулю, то может быть черт знает какой. То по орбитальному моменту направлен, то против, иметь произвольное значение. И это как бы не подается никакому расчету. Ну такого, честному признаться. Второе, это мы не знаем, не можем рассчитать массу ядра. Как не можем рассчитать массу ядра, не можем посчитать энергию возбужденных состояний. Мы можем ее померить, а рассчитать не можем. Никакая модель это не позволяет сделать. так вот эти у Саймона Блинка, у него на сайте приведена штука, где они вот на основании вот этого модели рассчитывают до сотых процентов совпадает с массой ядра основных состояний. Для громадного рода изотопа, этих химических элементов. Либо это фальсификация, я не знаю, либо это достижение, но это если достижение такое и есть, это реально грандиозный прорыв просто. начать понимать сколько реально весит какого-то рода ядро. И там у них из этой схемы, на что мне особенно бросилось в глаза, они, например, делают массу Бора. Да? Ой, не массу, а модель Бора предлагают. И она там вот, ну как это, там вот эти протоны, там 5 нейтронов, было 10, 5 протонов, 5 нейтронов. И вот 4 из них вот так расположены парочками друг по другу, вот так по кругу вот так. Тинь, 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 соответственно. Так как-то еще. Потом еще как-то вот точно так же. Это вот такие кругляши, да? Каждый из них. Здесь один кругляш, а вот здесь выше. О, стоп. Это будет красным у меня, у меня будет красный будет протон и синий нейтрон. Вот такая вот карта, вот такая моделька. Я всем рекомендую у меня слушать зайти вот на ссылочку и посмотреть. А сверху, сверху вот такой один длинный нейтрон, где большое количество длинный волн укладывается вдоль на него. Вот вдоль этой окружности. Ни одна, ни две. А эти полоски? Полоски это кругляши, где укладывается какое-то фиксированное количество, по-моему, одна. Длина деброговская волны вот по этой самой окружности. То есть, представляешь, да, что они мастерят. То есть, они делают кольца вот такие, как бы, колечки делают. Каждое колечко валяло несколько длинную волн для любого внуклона. Одно, две, половинка даже бывает. Вот. Вот так они образом это дело укладывают. И вот из таких колечек, они как бы мастерят некоторую такую модельку. И на этом основании из этих колечек, да, разное колечко, оно позволяет посчитать тебе точностью массу. Массу вот этого нуклона, который на него приходит. И посчитать энергию связи. Да? Добавить. Вот. А когда у тебя большое там снаружи у тебя идет большое нейтронное кольцо. Но чем у нас сбор знаменит о своей патологической способности захватывать другие нейтроны? Ну, мы знаем, что у нас есть сечение захвата, да? Сечение обычное. Которое, грубо говоря, просто поставляет из себя площадь частицы. Если бы в него нейтрон попал, вот если бы он был, то вот она была бы такая у нас площадь, любой частицы. Его сечение реакции взаимодействия. Вот. Так вот, радиус из этих соображений посчитан для Бора 10. Радиус взаимодействия с его с нейтронным захватом. 60 раз превосходит его физический радиус. Ну, по измерению. Именно поэтому Бор используют в качестве средства взаимодействия реакторов, которые борются с нейтроном излучением. Потому что нейтрон очень хорошо захватывает. И вот это подобного рода колечко снаружи как бы немного нам вот эту картинку позволяет объяснить, улучшить вот эту самую картинку. То есть прояснить себе вот это понимание. И вообще очень важно с этого рода реакциями разобраться. У них же там кроме всего этого есть еще и теория гравитации свя. Она состоит в следующем. Что у нас поскольку есть вещество, а у нас здесь энергетический фон, как они называют, темной энергии, то это как бы энергетический фон как бы поглощается веществом, грубо говоря, приносится к нему. И поскольку у тебя есть поток вот этого самого вещества, например, к Земле, то он накапливается, а Земля все равно увеличивается. И даже посчитали, я не знаю, откуда это берут, я уже не первое слышу, что Земля увеличивается. На 22 мм его радиус в год, по-моему. Где я, какой эксперимент, кто как его поставил. Я это уже не первое слышу, что объем размер Земли и его масса соответственно увеличивается. Ну, я в такие вещи признаться не особо верю. Выглядит все это как бы очень, все это очень странно. Все его теория. Вот. Но то, что, поэтому очень было бы интересно посмотреть вот на эти самые расчеты, как они получают, где они основные состояния ядер с такой точностью считают. Правда ли это? Это ли возможно? Будем, конечно, следить за его рододостижениями. Потому что наличие гидрина, я повторяю еще раз, гидрина подобного рода вещей, оно позволяет решить все проблемы. Будь в их интерпретации, в их интерпретации, когда к энергии вот этой самой взаимодействия, надо добавлять просто массу покоя электрона. то есть 511 электронов и таким образом у тебя получается, что на внешней орбите идет не одна волна, а 130. Если электрон находится в покое, то получается ненулевую частоту имеет? да, ну вот сам по себе и нейтрон, и протоны, все у них имеют покоя ненулевую частоту, да. И они есть разная форма, есть нейтрон в покое находится, совершенно верно, Стас, он может быть там, а у него может быть две волны деброни укладываются на орбите, может быть одна, а может быть вообще половинка. вот с их точки зрения. Ну что у меня подобного рода вещи, может быть я просто неправильно понимаю, но у нас же есть простите, формула для спектров, которая стоит так, что у нас все спектры водородоподобным атоме, ну скажем, в том же водороде описываются вот этой формулой. n1 в квадрате минус n2 в квадрате, да. То есть n вот это какое-то число энергетической орбиты n квадрат, да. Ясно, что энергия ионизация это будет просто R, потому что n1, n2 у тебя бесконечность на бесконечной другой частице, а n1 равно единице, просто вот это R. Это 14 электрон вольт примерно. 14 электрон вольт. Ну так я так понимаю, что вот эти самые n числа в этой формуле они связаны у нас с количеством волн. Ну конечно они связаны с моментом импульса, да, но может они связаны с количеством волн таким образом. И тогда как можем добавлять вот эту энергию покоя, к энергии возбуждения. Почему? Зачем? Ну вот такая вот эта забавная вещь. Ну я значит могу сказать следующее, что к ним вот Андрей Саликов он отправлял статью про Свирного, статью Высоцкого с Анисимовой, статью патента с Ахно с Курошовым. Вот они отправляли и ответ был резко отрицательный. Он говорит, что все эти господа ничего физики не понимают. Кто? Редлнесс. Редлнесс говорит? Да, про них говорит, что они ничего не понимают и ничего не могут правильного сказать. Ну будет у него установка работать или не будет. Потому что я же говорю, что с этой ситуацией можно подойти как адвокат за этого дьявола и сказать ребята, вы просто неправильно меряете всей энергией. Ультрафиолет, который у вас появляется имеет совсем не ту причину, что он падает на более низкие орбиты вот этот самый электрон. А происходит что-то совершенно по другому способу. Вот такая вот эта вещь. Я познакомлюсь с ней получше. Но я говорю, что преимущество значит теории гидрина она очень хороша, потому что все она наши проблемы по-большому теоретически снимает. Как впрочем и снимает и другая теория близколежащих состояний это у Юрия Ратиса как-то он их тоже называет. Это как-то он в другую ситуацию. Он говорит, что у нас есть во взаимодействии протона с электроном есть низколежащий электрослабый резонанс. Ну, в общем, то есть коротко-живущее состояние. Когда электрон у нас может приближаться очень близко к ядру и в этом времени чуть ловочным по ядерным меркам существовать. И его проблемы вот так же вот этой вот теории она тоже у нас подобного рода все проблемы наши решает. Тоже решает. Такова значит наша интересная интересная вещь. Точно так же вот этот электрослабый резонанс радость. Он тоже решается наши проблемы. Вот. Ну, так что надо смотреть блин, три тома на английском. Ты знаешь, испытание еще то. Такова. конечно можно не обвинить догматизмом, но мне кажется, что это возраст как примитивной модели Бора это конечно абсурд. Ну да. То есть вот с точностью то что я видел это вот та самая функция Грена которую мы так поведоносно успевали считать на курсе по классической электродинамике. Все то же самое. Если действительно существует реализация в помощи расслаблый резонанс более предпочтительно. Ну может быть. Может быть. Если действительно такое-такое существует. Но с другой стороны у них какой-то там выход энергии большой при большой. Они что-то там делали. Я пытался смотреть старое когда-то один раз видел. Там значит какая-то строк стоит. Человек что-то говорит и там проскакивает искра. И вот все что я видел значит на этом. Я так на это посмотрел посмотрел пять минут он еще ему два часа говорить. Там рандолмился. И выключил это видео нафиг по большому счету. С этой проскакивающей искрой. Мало ли почему она там проскакивает. По-моему даже зеленого цвета была. Ну и каков вывод вашего доклада? Вывод он следующий. Что существует очень интересная гипотеза которая позволяет всевозможного рода эффекты объяснить связанные с этим холодным синтезом. Ну вообще все. Тем не менее она основана на пересмотре оснований столь хорошо проверенных наук как квантовая литродинамика и квантовая механика. Поэтому все это дело выглядит чрезвычайно подозрительно. Но чем черт не шутит? Вот так. Спасибо.